Всем привет! Каждый день команда «Универ Ньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Исламский институт отметил 20 лет со дня основания. Состоялась четвертая международная научно-практическая конференция «Дошкольное образование. Опыт проблемы. Перспективы развития». Прошел финал Кубка Казанского федерального университета 2018. Ректор КФУ принял участие в открытии шестого международного форума преподавателей мусульманских образовательных организаций. Торжественное открытие прошло на площадке Российского исламского института, отмечающего свое 20-летие. Подробности в следующем сюжете. Пятого декабря в Татарстане стартовал международный шестой форум преподавателей мусульманских образовательных организаций. В этом году форум посвящен 20-летию Российского исламского института. В церемонии открытия принял участие президент Республики Татарстан Руслан Мениханов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями, Управление президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, Камиль Самигулин, митрополит казанский и татарстанский феофан и другие почетные гости. Открыл мероприятие президент Республики Татарстан, обозначив основные рассматриваемые вопросы на ученом слете. Широкая научно-образовательная и просветительная деятельность института является важным фактором расширения контактов мусульманского сообщества России в рамках группы «Стратегические видения России. Исламский мир». Для преподавателей мусульманских образовательных организаций площадка данного форума является хорошим подспорьем, ведь подобные мероприятия проводятся для обмена знаний, опыта и укрепления сотрудничества. Особое внимание заслуживает давнее партнерство в области образования Института международных отношений КФУ с Российским Исламским Институтом, который заинтересован в качественной подготовке высококвалифицированных специалистов в области ислама. Вырос не только уровень учебного заведения, но на сегодняшний день мы говорим о новом качественном подъеме отечественного восстановления, связанном с Российским Исламским Институтом, в области Исламской Академии. И, естественно, Казанский федеральный университет не может остаться в стране. Собственно, все и происходит в ежедневном фактически контакте режиме. В рамках мероприятия участники ознакомились с наработками отдельных религиозных учреждений, мечети в сфере преподавания ислама, вопросами сотрудничества со светскими учебными заведениями, ведения стандартов мусульманского образования. Кроме того, в рамках форума стояла шестая Всероссийская Олимпиада по исламским дисциплинам и арабскому языку. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универньюз. О важности педагога, учителя, о новых тенденциях и качестве образования говорили на конференции «Образование, опыт проблемы и перспективы развития». Подробности смотрю в сюжете Анны Глазуновой. В гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера» состоялось пленарное заседание научно-практической конференции «Образование, опыт проблемы и перспективы развития». Участие в ней принял министр образования и науки Республики Татарстана Рафиз Бурганов. Образование, ведь ошибку можно сделать очень быстро, исправлять ее надо даже не годами, а поколениями. Поэтому мы очень трепетно относимся к этому процессу, изменения наших методик, изменения наших программ. Безусловно, сегодняшняя конференция, она придаст импульс каким-то процессам, которые, может быть, сегодня начнутся, сегодня продолжатся, может что-то сегодня и завершится. Среди почетных гостей присутствовал и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он поздравил Институт развития и образования Республики Татарстан с 90-летним юбилеем. Я хотел бы пожелать вам удачи и чтобы никогда, как и ранее, вы не изменяли свои миссии, всегда служили системе образования и всегда служили тому, чтобы к нам поступали лучшие выпускники нашей школы. Ильшат Гафуров вручил картину ректору Института развития и образования Республики Татарстан Людмиле Нагумановой. Именно к этому событию, 90-летию со дня основания этого института, была приурочена научно-практическая конференция. В течение двух дней пройдет обсуждение актуальных проблем и новых тенденций в образовании. Поговорят и о качестве образования в школах с низкими результатами обучения. Здесь собрались ведущие специалисты и эксперты. Участие принимает и директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон. Сотрудникам Института развития и образования Республики Татарстан были вручены благодарственные письма. Из рук министра образования и науки Республики Татарстан Рафиса Бурганова и заместителя председателя Государственного совета Татарстана Риммы Ратниковой. Анна Глазунова, Леонардо Валерьяров, Универньюз. На выставке машиностроения, металлообработка, Казань, ученые КФУ и других вузов обсудили возможности цифровизации машиностроения. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете. На территории выставочного центра «Казанская ярмарка» стартовал второй день форума по машиностроению, в рамках которого проходят выставки машиностроения, металлообработка, Казань и техносварка. На форуме проходят секции. Одна из них – инновационные разработки экономиков машиностроения, организована Инженерным институтом Казанского федерального университета. На этой секции были обсуждены тенденции современного машиностроения и перспективные направления развития. У нас как раз идет конференция с докладами в этой области, связанные, как раз вчера отмечалось, это цифровизация, однозначно повышение производительности труда, как на предприятиях, так мы рассматриваем возможность повышения производительности труда и в целом в университете, то есть такие вещи стоят. Ну и цифровизация сейчас как одно из основных направлений. В рамках секции был озвучен ряд докладов. Основным стало выступление ученого секретаря научного совета по робототехнике и мехатронике Российской академии наук Ивана Ермолова. Мы сейчас как раз будем проводить секцию, обсуждать, куда развиваться дальше, какие направления исследований являются наиболее перспективными, для того, чтобы вот те самые предприятия, которые в соседнем павильоне выставили свою продукцию, через какое-то время могли кардинально ее обновить, стать более конкурентоспособными, более эффективными. В своем докладе Иван Ермолов рассказал об общих положениях работы техники в России, роли роботов промышленной деятельности и дальнейшей цифровизации производства. Напомним, что на открытии форума состоялось заседание Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан, повышение эффективности деятельности предприятий и цифровая трансформация производства. Участие в заседании приняли президент Рустам Мениханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Обсуждение антикоррупционных вопросов прошло в стенах Казанского университета. О профилактике коррупционных нарушений расскажем в следующем сюжете. 6 декабря 2018 года на базе Казанского федерального университета состоялся круглый стол, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией на тему «Актуальные вопросы противодействия коррупции». Организаторами мероприятия выступили Департамент по молодежной политике совместно с юридическим факультетом. Цель проведения круглого стола – формирование антикоррупционного сознания у обучающихся Казанского федерального университета. Проведение круглого стола проводилось в формате дискуссий с участием ведущих экспертов в области противодействия коррупции. В заседании приняли участие 40 экспертов. В рамках круглого стола были затронуты следующие вопросы. Сущность коррупции, причины и следствия коррупционных фактов, современные механизмы противодействия коррупции и роль молодежи в данном процессе. Валерия Муратова, Универньюз. Дню рождения факультета также, но тема связана со сказочным предновогодним предрождественским настроением. В этом году были приглашены представители юбилейных выпусков разных лет принять участие в собрании в связи с тем, что 2019 год – юбилейный для Казанского федерального университета. Альфия Андерзянова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Все студенты КФУ знают, что конец ноября – это долгожданный старт для Кубка КФУ по мини-футболу. В спортивном зале Уникса встретились команды Института физики и юридического факультета. О результатах игры узнаем в нашем сюжете. Кубок Казанского федерального университета 2018 года Валерия Муратова, Александр Фирсов, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!